Ну что ж, ребята, привет! Очередное путешествие выходного дня. На этот раз мы путешествуем по Латвии, выезжаем из города Рига. Примерно 30 минут езды, и мы находимся в волшебном месте. Это поместье Бирини. Шикардос место. По пути едем по шикарной дороге, наслаждаемся всевозможными пейзажами. Неважно, какая картинка за окном, она будет, скорее всего, позитивная. Это Латвия, а страна немноголюдная, дорога, как можно видеть, пустая. И мы едем для того, чтобы провести выходные, погулять за своей семьей. Напомню, что это одно из дешевейших путешествий выходного дня. Бирини Пилс. Общая стоимость путешествия не превысит 50 евро на семью из 5 человек. Заезжаем в поместье Бирини. Вот такая интересная аллея. Ставим в свою машину парковка бесплатно. Комфортная парковка. За машину можно быть спокойнее. И заходим в сам замок. Вот эта дорожка, в которой мы идем в замок. Не май месяц, но это рекомендованное место путешествия. Это осень. Осенью здесь очень красиво. Вход нам обходится на семью в 12 евро. Заходим в замок. В этот раз мы не зайдем в замок. Он был закрыт на мероприятие. Поэтому просто погуляем по парку и посмотрим, есть ли смысл сюда ехать на выходные. Но, по крайней мере, вы для себя определитесь. Это шикарная такая беседка. Здесь происходят чудеса бракосочетания. То есть здесь пара влюбленных, их ксенцы или священник расписывает, объявляет здесь мужем и женой. По левую сторону можно сесть на лодочку или на катамарану молодым прокатиться, дать круг, пока гости пойдут в замок для того, чтобы встречать молодую пару. А замок находится, как видите, сразу же за этой беседкой. Сразу несколько уровней ландшафта. Как правило, там играют музыканты, столы накрыты. И это, конечно, место для того, чтобы люди здесь женились. Свадьба здесь проходит регулярно. Оттого это место и действительно может называться семейным. Потом эти же пары приезжают сюда со своими детьми. Поэтому здесь всегда позитивно и всегда релаксово. С погодой повезло. У нас осень, падают листья. Листьев много. И это повод для того, чтобы повеселиться, побеситься. Но латвийцы вообще любят заниматься вот этой ерундой. Делать такие фоточки, селфочки. И с детьми просто валяться в этих листьях. Листья сухие, они не грязные. И можно бросаться друг к другу этими листьями. Можно засыпаться с ног до головы. Делать все, что угодно. Но, согласитесь, делать это где-то в поместье за городом – это совершенно другая история, нежели где-нибудь в сквере в городе. Замок мне нравится. Замок, ну, он красив даже так. Если будут просьбы в комментариях, то в следующий раз мы заедем внутрь замка, покажем вам номера, чтобы остаться на ночь. Порядка 50 евро они стоят. Ресторан – порядка 12 евро на человека. Он обходится, как правило. Ну, и внутреннюю экскурсию. Но это не в этот раз. В этот раз нам надо наслаждаться последними минутками осени. У нас осень, впереди зима. И нам надо получить осенние эмоции сполна. Поэтому мы приехали сюда для того, чтобы пошвыряться по листьям, походить по парку и вообще получить каких-то недорогих, но очень позитивных эмоций выходного дня. Обошли мы сбоку поместье. Заходим, так сказать, с черного хода. Поэтому картинки могут быть, конечно, не лучшего качества. Но, тем не менее, вознапорная башня – это открытие этого сезона. Раньше она была всегда закрыта, но сейчас в ней произошел ремонт. И сейчас есть еще одна достопримечательность в Бирине и Пилс. Раньше ее не было. Напомню, она с этого года только появилась. И здесь принцип работы башни. Кролики. Ну, конечно, детям нравятся кролики. А что же еще? Здесь живут кучи кроликов, которых можно покормить детям. Смотрите, как интересно оформлены клетки. Здесь есть конюшня. В конюшне есть парочку пони и довольно достойных рысачков, на которых можно покататься и детям, и взрослым. Конюшня – такая классическая деревенская конюшня, которая в усадьбе, которая всегда была действующей и действующая поныне. Запах сена, запах лошади. Все чистенько, все комфортненько. Дети просто от кроликов не отходили. Башня. Как я и говорил, это новая достопримечательность этого сезона. Показывает принцип работы башни, каким образом осуществлялось водоснабжение в замке. Здесь как будто бы полностью наполненная башней водой, и вам предлагают побыть вот в этой воде. Это, конечно, анимация, но тем не менее башня так и выглядела. Это просто резервуар для воды, и вы находитесь внутри. Что здесь еще могло быть? Просто сейчас башня используется немножко по неназначению. Раньше это просто водяной резервуар, а сейчас еще обзорная вышка. Поэтому по пути, чтобы ты поднимаешься к вышке, тебе не было скучно, тебя развлекают. Здесь есть, конечно же, световая, звуковая анимация, панно, говорящая об истории данного места. Ну и тесна, тенда, не в обиде. Мы залезли в главный резервуар, голландская лестница. И выход, собственно говоря, на крышу. Ветровичок стоит для вырабатывания энергии. И отсюда мы можем обозрить наше поместье. Две стелы стоят у входа в замок. Сам замок, на нем гнезда аиста. Они улетели сейчас, но с аистами они выглядят. Это по весне и летом очень красиво. Это конюшня, здание конюшня. Все, прикольненько. Наши столбы латвийские. Это, ну, как в Амстердамске, это наши латвийские. Просто без него никак. Они есть в любом замке, в любом поместье Латвии. С погодой повезло. Дуб. Символ Латвии. Не бывает поместья, где бы не было дуба. Это тогда не Латвия. Причем это наш латвийский дуб, который бывает двух видов. Зимний и летний. Но это уже другая история. Вот эта ржавая крыша, кстати, это тоже достояние Латвии. Потому что листовую крышу начали делать при Екатерине. И она, в принципе, такая осталась популярной. Только сейчас она более модернизированная. Ну, вот, не черепичная крыша, а листовая кровельное покрытие металлом. Это Латвия. В советский период был шифер, конечно же, вот такой. Но, вот, например, каменная постройка, это тоже Латвия. Может быть, даже Литва. Литва и Латвия, это вот наш... Вот так и выглядит исторически наша латвийская усадьба. Теперь мы спускаемся по голландской лестнице с резервуара вниз. Пойдем гулять по парку. Башенка прикольная. Тоже заняла какое-то время. Это интересно. Детям поковыряться в соломе. На фоне классической старинной латвийской усадьбы. Покормить кроликов. Ну, а что детям еще нужно? Ну, вырваться в деревушку. Ну, это зачетно. Кроликов остали мы в покое. Смотрите, какая еще идиллия. Можно взять лошадь. 10 или 15 евро в час. Уже точно не помню, она стоит. Сюда любят приезжать парочки влюбленных. Парень хочет удивить девушку. Ну, кстати, в данном случае тоже. Они берут две лошадки и сопровождающим гуляют по парку. Есть малый круг, есть большой круг. И выглядит это прикольно. А мы же с семьей отправляемся швыряться листьями. Листья осенью это наше все. Они бывают красные, желтые, разноцветные. Это то, что я рассказывал. Парень с девушкой гуляют на лошадях. Ну, типичные горожане, которые обычно используют трамвай и электричку. А тут на лошади. Посмотрите, как это красиво выглядит. И если бы они еще умели этими лошадями пользоваться, это было бы действительно волшебно. Ну, и так сойдет. Вид на замок. Опять же, смотрите, осенью это совершенно другой вид из-за листвы. То есть вот это вот рыжие, желтые, местами красные, зеленые листва. Они выглядят очень прикольно. Для детей это такой же прикол, как выпал первый снег, скажем так, по ощущениям. Сам парк старинный, он не свежепосаженный, пережил и войны, и видел наверняка владельцев этого замка. И он внутри так тематически интересно разбит. То есть и парочкам погулять в нем, и с детьми погулять очень прикольно. Дуб влюбленных. Сюда приходят люди, которые здесь женились. Как я уже раньше рассказывал, они могут посидеть под этим дубом, это лавочка для них, и обратите внимание на колокольчики. То есть когда люди женятся, приезжает пара влюбленных и швыряются до ленточку, где на одном конце ее колокольчик, но на другом его. Количество колокольчиков, если присмотреться, оно практически равно количеству листьев или желудей на этом дубе. И когда ты сидишь под этой лавочкой, дует ветер, все эти колокольчики звенят, и ты слышишь как бы голоса тех пар, которые где-то ушли, где-то распались, где-то еще живут. Но они как бы морально тебя поддерживают, это такой дуб целомудрия. Если вдруг что-то не заладилось, приедьте со своей второй половинкой в этот парк, посидите под домом, Августе поможет. Везде исторические картинки, рассказывающие о графе Людовике Августе, который здесь, видимо, гулял, жил. Вот такой старинный собор, дуб целомудрия, красиво выглядит, а? Ну, действительно, парк маленький, но он очень красивый. Это примерно на парк у вас идет полтора-два часа, если не холодно. Ну, позитивен, релаксовый такой, очень уникальная фишка. В конце парка есть мельница, мы к ней, собственно говоря, направляемся, и там всегда мега вкусная латвийская кухня. Дети беситься здесь, вот как то, что доктор прописал. Выходим к мельнице, есть качели, мимо них тоже редко кто проходит. Прям такие качели-качели, чтобы адреналинчиком немножко качнуть, перед тем, как вот в этой мельнице покушать. Вид, то есть, смотрите, ну, классическая латышская усадьба, не многолюдная. Ну, то, что доктор прописал, действительно кайфово. Вот такая терраса, которая прямо в искусственном водохранилище. Это старая мельница. Она сейчас не действующая, а внутри нее находится баня на 20 персон, и, черт возьми, она закрыта. Вот все это соцветия в цветах, они уже осенью подвяли, но жалко, что она была закрыта, но на предыдущих видео видно, как мы, например, в нее заходим, берем национальную кухню в горшочках стоимостью до 4 евро блюда, и ты вот тут сидишь, кушаешь и наслаждаешься латвийской природой. В этот раз, ну, тупо почему-то не повезло. Но это прикольно, и поэтому все, что нам остается, наслаждаться листвой. В конце, смотрите, какой туалетик, если кому-то приспичило, гуляя по парку. Вот это Латвия, она вот так выглядит. Латвия осенью. То есть ярких цветов нет, но есть яркие листья, которые, вот смотрите, сколько здесь зеленого цвета. Да, темно-зеленый, светло-зеленый, серый-зеленый, желто-зеленый, ну и так далее. Ну, вот таким образом мы просто приехали в Беринюпилс прогуляться по парку. 12 евро на семью это стоило. Нам понравилось. Но гулять аппетит – это то, что доктор прописал. А сейчас мы чуть-чуть в стороночку отъедем. Еще одно интересное место. Находится буквально там в паре-тройке километров от Беринюпилс. Ну, поскольку там было в Мельнице закрыто, кафе, нам же надо где-то покушать, правда? И мы заезжаем в это местечко Рагана. И вот трудно не проехать. Она находится посередине между Бериней и Сигулдой. И рекомендована для, скажем так, посещения кухня на высоте. Туристов здесь всегда уйма. Изумительная кухня наша латвийская с такая а-ля приколами местными. Единственная очередь. Вот сразу сюда, как приедет, 3-4 автобуса с туристами. Вот очередь может здесь как бы попортить немножко вам нервы. Средний чек 34 евро. Ну, в 50 евро входят вот эти 34 евро на вот такой шикарный стол. И этим, собственно говоря, мы замыкаем наше путешествие выходного дня. 50 евро для того, чтобы разрядиться, для того, чтобы почувствовать свою семью в новом качестве. Новый маршрут Бериней. Надеюсь, вам понравилось. Как идея выходного дня. Так что поднимайтесь с дивана и вперед. Латвия вас ждет. Мега позитивная. Всегда гостеприимная. Бериней Пилс. На сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok